Привет всем! Продолжение темы косметичка в отпуск, уход и парфюм. Я взяла с собой вот такую вот небольшую косметичку, в которую у меня практически уместилось все, что мне необходимо, за исключением средств солнцезащитных. Я их положила отдельно. Вот все-все буквально, что мне будет необходимо, я постаралась уложить в эту косметичку. Если вам интересно, оставайтесь со мной и давайте уже приступим. Из ухода за лицом я выбрала для себя миниатюру Sensai Cosmetic. Это очищающее масло, пенка для умывания, тоник и увлажняющий лосьон или эмульсия. Мне эти средства очень нравятся и очищающее масло хорошо справляется с косметикой, с макияжем, со стойким, с любым, буквально с сесси-кремами, биби-кремами. У него довольно-таки жидкая текстура у этого масла, приятно пахнет и мне нравится, как оно работает на моей коже. Вот такой миниатюрки мне вполне хватит для использования на отдыхе. Следующим шагом очищения является у меня очищающая крем-пенка мыла. Она очень хорошо пенится, достаточно небольшой горошинки для того, чтобы умыть тщательно лицо. И очень экономичное средство, я люблю его, использую регулярно, даже дома, когда мне хочется какой-то особенной чистоты. У него перламутровая такая консистенция и цвет такой перламутровый, очень приятная. Мягко очищает, не сушит кожу, хорошо доочищает кожу после гидрофильного масла. В принципе, достаточно экономичное средство и мне очень оно нравится. Следующим шагом является тонизирование. У меня лосьон номер 2 или вторая серия. Это для сухой кожи больше лосьон подходит. Но именно почему-то его я выбрала для увлажнения кожи после солнца. Оно действительно очень хорошо увлажняет кожу и тонизирует ее. Насыщает влагой, приятные консистенции, такой немножко маслянистый, но не жирный. Быстро впитывается. Баночка, стекло, нужно быть очень аккуратным, чтобы не разбить. Но, оп, вот так вот. И, конечно, это один из моих любимых лосьонов по уходу за кожей лица. Очень хороший, всем рекомендую. И увлажнение. У меня эмульсия увлажняющая, тоже для сухой обезвоженной кожи. Очень хорошо увлажняет кожу, насыщает, питает. Я использовала ее и как ночной крем, и как дневной крем. И как увлажнение после бассейна. Очень хорошо насыщает кожу. Приятно, быстро впитывается. Не оставляет никакого жирного блеска. Просто находка. Очень люблю ее и тоже всем рекомендую. Также в дополнение я взяла вот такой вот мист Luminé Glow Refresh. То есть для освежения кожи на улице, после бассейна, на пляже. Когда загораете, вот хочется освежиться. Это мист с витамином С. Очень приятная отдушка. Очень приятно мелкодисперсное распыление. Хорошо освежает кожу и придает его тонус какой-то. И очень люблю ее. Это уже моя не первая бутылочка. Беру всегда с собой в дорогу, летом. Просто вот мой маст хэв. Luminé. Хорошее, замечательное средство. Альтернатива термальным водам. И в дополнение к уходу я взяла такие вот масочки тканевые от марки Metomo. Японская марка с плацентой и платиной. Хорошо увлажняет, насыщает, питает кожу, подтягивает. В общем, ничего такого особенного они не делают. Но у вас кожа увлажнена и это самое главное. Вот обратите внимание, вот такие масочки я тоже взяла с собой. Также взяла несколько пробников с собой, которые у меня были еще с прошлого года. Это вот такая марка LBF. Leading Beauty Farm Body Shaper. Очень хороший крем для тела. К сожалению, в такой упаковочке недостаточно, чтобы распробовать крем основательно. Но, во всяком случае, мне понравилось, что он быстро впитывается и достаточно хорошо увлажнял кожу. И та итальянская марка мне понравилась. Если бы была возможность, я бы купила полный флакон. Хорошо подтягивает кожу, тонизирует. Также вот такой вот крем Velvet Skin из серии для лица. Очень хорошо впитывался, быстро, буквально насыщал кожу влагой. И как-то так ее подтягивал. Тоже мне понравилось. Использовал в основном на ночь. И мне хватило этого пакетика, этого пробничка буквально на несколько дней, чтобы попробовать. И вот этот крем от LBF Velvet Skin серии для глаз мне очень понравился. Кожа под глазами очень хорошо напитывалась. Я даже просыпалась без каких-то морщиночек, которые заломы вокруг глаз, когда лежите на боку, к примеру, образуются. Очень понравился этот крем. Но вот, к сожалению, мне не попался. Я, наверное, буду искать в интернете именно его. Для глаз очень понравился этот крем. Также я взяла по уходу за волосами вот такую Кристофер Робин пасту для увеличения объема на голове. И керастаз внутри, баум сатин, шампунь. К сожалению, забыла взять с собой кондиционер. Вот эта масочка, или я не знаю, как это назвать правильно, паста от Кристофер Робин, очень великолепная. Но необходимо использование кондиционера, потому что я после нее не могла прочесать волосы. Объем действительно на голове был просто огромный, такая как шапка у меня была. И продержался он достаточно долго до следующего мытья головы. Волосы не жирнились с этой пастой. Хорошая. Также шампунь мне этот нравится. Я его тоже уже показывала как-то давным-давно в своих и пустых баночках, и в начале ведения своего канала. Хороший шампунь. Действительно хорошо промывает волосы. Хорошо, такие пышные становятся, шевелюра становится на голове. Мне нравится. Я тоже его люблю и рекомендую всем, кто не пробовал. Ну и естественно уход за потоотделением. Извините за такую вот болтологию, тавтологию. Хороший обычный дезодорант. Ничего прям особенного не делает, но и держит потоотделение хорошо. За ножками уход у меня традиционный. Это щель увлажняющий, ежедневный крем. Очень его люблю. Не первый мой уже флакончик, бутылечек, баночка, не знаю даже как сказать. Очень туба. Очень его люблю и не меняю уже на протяжении многих лет. И вот такой вот мой уход за телом во время загара. Здесь у меня крем от солнца для ребенка от марки Виши с SPF 50. Вот такой вот у меня танк, я даже не знаю как водичка, танк, спрей низкий, не знаю как это даже назвать. Маслянистая от Джеймса Рид. Я хочу сказать, что мне не очень понравилось, потому что, во-первых, бутылек тек. А во-вторых, руки от него нигде не написано, что нужно мыть, они желтеют. И это такой автозагар, насколько я поняла. Я использовала один раз, после этого у меня пахло тело таким паленым чем-то и мне не понравилось. Я его не рекомендую. Именно вот это вот, вот это средство. Может быть, сами по себе средства и хороши, но мне такое не очень понравилось. И то, что оно течет, вот этот пробник, миатюрка меня разочаровала, конечно. Вот все руки у меня жирные, в сумке все у меня растекалось и нет. Нет, нет и еще раз нет. За волосами тоже нужно следить, когда мы загораем. И у меня вот такая System Professional Solar Sun Oil. Хорошее масло для волос. Я его наносила перед тем, как выходила на улицу. Достаточно одного нажатия на помпу распределить по рукам и нанести на волосы. Очень волосы становятся мягкие, вкусно пахнущие и защищенные. Не могу следить о степени защищенности, но средство мне понравилось. Почему нет? Можно его использовать. Вот такое вот. Первый раз его встречала, но решила попробовать взять с собой. И осталась, в принципе, довольна. Я его использовала даже вместо кондиционера. Ребенку я взяла вот такое средство от марки Виши с SPF 50, Идеал Солей, который, конечно же, можно использовать и в бассейне, и в воде. То есть он резистентен к воде, несмываемый. Ребенок у меня не обгорел, хотя солнце было достаточно так интенсивное. Не было ни ожогов, ничего. То есть я довольна этим средством. Для себя я взяла от марки Ритуал вот такой вот спрей молочко с SPF 30. Ритуал Карма. Вкусно пахнет. Анти-эйдж. Удобный распылитель. Все замечательно. Быстро впитывается. Не липкий. Такое действительно легкое-легкое молочко. И хватает его надолго. То есть я даже не успела его использовать за всю поездку. Очень хорошее. Мне понравилось. Тоже рекомендую. И вот мы плавно перешли к парфюмам на отдых, которые я выбрала с собой. Это Queen of Sheba от Atar Collection, Soleil Blanc и Chance Viva от Chanel. Chance Chanel это такой у меня пробничек. И в основном я его использовала для утреннего пробуждения, похода на завтрак. Прекрасный, сочный, такой бодрящий, звенящий аромат. И мне он очень нравится. И он свеженький, приятный. Единственное, что-то у меня протекло что-то, и мне очень жаль. Очень мне нравится. Я его использовала до конца. Вообще люблю Chance. Люблю Chanel Apriori, поэтому, конечно же, без Chanel я не могла поехать на отдых. Прекрасный, свежий аромат. Прекрасно шлифил. Прекрасно дополнял мое утро. И вот люблю, 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 еще раз люблю. Ну и ни один отдых, ни одна поездка у меня не обходится без Tom Ford, Soleil Blanc. Это уже у меня такой традиционный спутник, без которого я не могу на отдыхе. Аромат, который дарит мне комфорт, поднимает настроение. А уже после отдыха он мне дарит воспоминания об отдыхе, какие-то проведенных замечательных минутах, расслабляющих и впечатляющих. И очень люблю этот аромат кокоса. Кто-то говорит, что это аромат солнцезащитных средств, у меня нет ассоциации с этим. И это, конечно, у меня соточка. И просто его очень люблю. Летом прекрасен. Просто такой кокосовый, кремовый, нежный, солнечный, стоящий в себе какой-то тепло аромат. Потрясающий Tom Ford мой любимец. В этом году я взяла с собой на отдых из Atar Collection за Квинов Шеба для вечернего променада. С этим ароматом чувствуешь себя действительно такой царицей, за шлейфом которого прохожие ведут носами по ветру. Аромат придает особое очарование. Движения становятся плавными, грациозными. Шея становится длиннее. Взгляд Tom'ный. Такой потрясающий вечерний аромат. На теплом, жарком климате это просто бомба. Очень мне понравился и прекрасно себя вел в теплой такой погоде. И спасибо, что вы досмотрели видео до конца. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И пишите, конечно же, ваши комментарии. А вот так выглядит, в общем-то, вся моя косметичка в дорогу. И мне этого было достаточно. Даже через чур. Спасибо большое еще раз всем. Всех целую и пока.